Избавить город от запахов органики, которые временами источает одно из птицеводческих предприятий, поможет новый завод по переработке отходов. Реализацию этого проекта обсудили члены правительства. В агрохолдинге уже составили дорожную карту. Необходимо решить ряд финансовых вопросов. Экономическая проблема, которая также сдерживает сегодня отсутствие переработки помета, это создание рабочих мест, доведение еще шести цехов по выращиванию, более 500 тысяч голов. Сейчас мы работаем с судебными приставами, работаем с кредиторами основными, которые позволят нам высвободить залоговое обеспечение. И после формирования этого залога обеспечения, есть возможность предоставления кредита агрохолдингу в размере 100 миллионов, для того, чтобы это все решить. Все это время куриный помет складировали на полях. Каждый год сюда привозят огромное количество отходов, ведь агрохолдинг производит более 70% мяса птицы в регионе. На сегодня объем инвестиций в проекты агрохолдинга уже составляет 9,6 миллиардов рублей, в том числе 6,6 – это кредитные ресурсы, но остаток, понятно, чуть ниже. 2,1 миллиарда рублей – это государственная поддержка с 2012 года. Государственные деньги уже потрачены, и совместно с банком, с контрольно-надзорными органами нам нужно решить правильную задачу, как решить эту проблему. Специалисты подтвердили, что отходы агрохолдинга угрожают экологии. После обильных осадков помет попадает в пруды и в реку. Из-за этого погибала рыба. Смывается в реке, а реки, значит, тоже связаны с этими водоносными горизонтами. Там вытекают родники, а бывает и так и наоборот, вот осенние. А как раз оно загрязняет водоносные горизонты питьевого качества. Хотя тут скважины глубокие, но анализы воды из этих скважин, которые пьет население, ну не делают. Глава региона отметил, что решение проблемы утилизации отходов затягивать недопустимо. Строительство завода по переработке куриного помета могут поддержать и в Республиканском фонде развития промышленности. То, что за полтора года по сроку он готов реализовать производство по утилизации птичьего помета, по современной технологии, вы верите в это? Вариант есть в случае, если сам агрохолдинг предоставит ликвидный и правильный залог. Сбербанк где-то пойдет навстречу. Сделать это, в принципе, возможно. Михаил Игнатьев поручил доработать дорожную карту и приступить к практической стадии реализации проекта. Митрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. Есть вопрос? Продолжение следует...